Посмотри, какой он сидит, как человек. Он, знаешь, что такое? Это он лижется так, ноги, живот. Развалился, сидит. Он уже пойдет. Ира, ложись, отдыхай. Да ложись, приляжь. Я хочу лежать. Там мусор есть под холодильником? Да. Томас, иди отсюда, нахрен. Томас, стекай. Ирляй на него. Лиза, это ты лизащий помощник. Он как зводка нахрен. Я ему ничего, он сам решает, куда ему идти. Сейчас он телефон поздавится. Не понравится, а лапа из-за стола. Шарится, где ему хочется. Да, он научился отсюда прыгать на витрину. Вот со стола. Слушай, а он не... Где-то не долетит. Нет, ну не долетит, шлепнется. Ты представляешь? Ну, не за что ему. Думаешь, ему проблема упасть при высоте. Да нет, ну это очень... Да они падают с пятых этажей, с девятых живые остаются. Не, ну как бы там куда-то прыгнуть туда? Слушай, это кот. Это человек. Ну, Ира, это кошачий. Он прыгал, сейчас ты его кинься, нажав на лапу, встанет и пойдет. Да ладно. А как же они убиваются? Убиваются, ну, такие, конечно, и убиваются, которые жирные. А такого домашнего, не для большего брата. Дикого, который там пополам. Да, они там прыгают. На них сильные лапы, они по деревьям бегают. Это очень большое расстояние, он же не обезьяна таксирит. Да, перепрыгивает на раз. Ира, перепрыгивает на раз, если захочет. Он так сядет, разгонится. А давно стал? Да, постоянно прыгает. Ну, и что, он не шатается, но когда дверь толкается, она закрывается. Ну, она-то закрывается вот. Не, ну так, ты так бахнешь, она закрылась и открылась. Немножко, она должна дотягиваться сама. Не, надо сначала толкануть ее, как бы. Да, не дотягивается. У нас она дотягивается до завтра. Ну, вот смотри, раз. Ну, поднять его еще выше. А можно поднять выше? Ну, я попробую еще. Ну, он же там упирается. Ну, отодвинуть от стены его сюда. Ты свой ключ так и не нашел? Не, так и не нашел, говоришь. А ты и там? Не. Он стоит хорошо, в принципе. Там упирается. Не шатается ничего, да? Ну, пошатается. О, хорошо. Он в стенку упирся, да? Ну, да. Просто если был бы уровень, конечно. Ну, чтобы дверь закрывалась, надо... Видишь? Она как... Надо еще поднимать вот ее. Давай, дяка. Ой, что-то твоя собака, правда. Я ее спать хочу. Она сразу на сон клонит. Собака покойненько. Что-то для меня сон. Протягивай ноги. Вот ты... Ты не хочешь вот полноценно получить удовольствие? Какое удовольствие? Ну, бери подушку вторую под себя. Не любишь ложить, говорю. Протягивай ноги. Протягивай ноги. Вот так. Откройте воду, попробуйте. Мяу! Не хватает. Нет, а попробуйте воду. Да нет воды, Ира. Какой-то сигнал бы я услышал. Нет. Нет. Это ты катаешь, покаешь? Нет, это для обуви. Нет, но он насыт, тебе башмаки. По яйцам. У них яйца? Есть, но они перетянуты. Ага, понятно. Весь. А что ты делаешь с этой палкой? Это ложка для обуви. Протягивай. Да куда мне их еще? У меня их больше нет. Куда я их протягиваю? А что ты сидишь? Ты ляжь. Я не хочу ляжь. Ты ляжь, ляжь. Дай мне ее. Дай мне ее. А что ты хочешь рулеткой померить? На пакете нашей там где-то в спальне. У меня есть, Ена, вот такая рулетка. А мне надо, она с рулеткой есть. Нет. Это рулетка у нас была. О, Господи. Что, что? Вот тебе, Ира, подходит такой интерес. Ты на Софье хорошо смотришься. На фото и видеогеничном. Вот дай мне, когда. Как возлегает? Как возлегает? 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 Возлегает. Возлегает? Мы не знаем. Я бы выходила на балкончик, утром бы делала зарядку на все карбомар, что-то. Да. Да, да. Ты зрячий? Ну. А ты что не делаешь там зарядку? Как ты... Что там еду? Ну, смотрите сюда. Ну. Вот тут сколько? 70... Ой, 28. Вот до края, до края. 29. 29, правильно? А здесь? 29. Ну. Значит, ровно? Значит, он ровно стоит. А если бы он стоял наклоном, если бы тут было 27, то есть, тут было 27, а тут 20... Он даже... Стенки, подожди. Давай. А тут ты не поймал, но там ровно... Вот смотри, куда ты наискать берешь ровно? Вот. 62. 62. Как и есть, Владимир, 62. Ну, а здесь мы никак. Там расчетка. Иди, свет выключить, альбуре. Ну, а ты шуми, ты же уже где оттолкаешь оттуда? Он уже вовсю, да? Тут 62, это ширина холодильника. Ну, можно брокоть еще? Алло. А что, уже часа полтора, наверное, воды нет. Мама звонит. Алло, мам, да. Что-что? Я проснулся, скажу. Проснулся. А, Ирочка, у меня работа. Ты же то ей сказал, что будешь занятый. Да, да. Она пришла, я ей рассказала обстановку. Так что, так, ничего. А я сегодня порже встала. Пришла вона, а я почти сына убрала. В полдевятого встала. Ночью вставала раз в туалет. Сходила и спала хорошо. Вот, дождя не мает. Мама, я как это. Так и удалось, сынок. Красивое пальто на девчонки звонило. Кажет, я бы сам его как-то башнял. Пальто шире и красное. Парик из Киева. Туфли из носковой. Брюки из Амарики. Один за все руки. Красиво. Зашла в аптеку таблетки выпила. Парик одела? А ты что, парик одела? А? Ты парик одела? Да. Зачем? А красиво, без шапки. Красиво, мини-сынок. Ну, волосы... Мама, это ужасно. Когда бабы в париках шляются, видно, что больна или чокнута. А хай, что хочет, думай. У меня волосы ряда, а парик сходят, как мой точно. Мама, зачем? Тебе свой волос хороший. Зачем? Хороший, но ряда. Хороший. Хороший. Тебе тоже волосы мать, да? Ну, сегодня не могу, вчера было красивее. Вот, может, приступлю, уже начинаю жирный, представляешь? Ну, что теперь делать? Я пришла, с девчатами в аптеку. Ой, Татьяна Васильевна. Что, не из Америки? Это событие, вы так красиво одетесь. Она дезвонила, когда, как будто бы Саванка такую сфотографировала. Хороший, нормальный. Деньки сходить уже. Куда? На памятник? На памятник сфотографировать? Ну, я тут не буду на памятник. Там я часть, на что мне не надо? Красиво делать. А молодость вообще... Эдик, красивый, мама, мы с тобой в роды. Я рассказала за котилцевым. Чуешь? Я рассказала за этого, а... Ребята, мне Лекса выслала такую фотографию. Масленица жениться в стопах, 20-е годы. Мне кажется, она как умершая. Слушай, она... Ну, да. Какой-то, знаешь... Ой, глякок. Ой, Гена, спасибо. Мама дорогая, вообще не шевелится. О, ты чуть толканул его и все. О-о-о. А ну, стой, стой, стой. О. Ну, понимаешь, ты можешь по уровню стоять. Ну, хоть чуть-чуть надо как-то. А ну, сейчас стой. Ну, вот я так толкаю. Толкаешь его и он закрывается. Ну, да. Ты его открошу, там же все закруется. Ну, чуть-чуть рукой, да? Ну, да. А раньше не доходило, если... Ну, вот. Сейчас воду дадут, Ира. Так, поехали. Не мало где. Да что он так делает, там вроде. Где? Мама дорогая. Он так лежится. Прямо на всю ванну скурун открывает, язык вываливает. Томас смеется, с тобой не бачила котов. Не было никого не котов, Томас. У нас были коты. Да, это не в тебе было, это в бабушке с дедушкой было. Мы вылежем. Да, скажи зайчик. Она не знает, что такое коты. Я больше собаку буду. Да? Ты бы это хотела, чтобы она на тебя лезла? Чтобы она вот это горцовала, возле тебя лезла, а тебе на голову без конца. Хотела? Если бы я имела животное, это была бы собака, это не был бы кот. Ты бы хотела, чтобы она возле тебя лезла, вот эта собака на тебя постоянно? Не знаю. Нет, если бы я жила в частном доме, у меня были бы коты. Нет, конечно, в частном доме была бы собака обязательно, в будке. Но если бы меня вот, знаешь, заставляли кого-то иметь в квартире, это была бы собака. А ты можешь представить, что это надо 2-3 раза в день выгуливать? Что ты уедешь? Это не зайти коту еду дать и ушла соседка. Поэтому у меня и нет собак. А что тебе не кот тогда? То есть ты любишь больше собак? Да, я больше люблю собак, чем котов. Да? Боже, ты ужас. Томас, ты сычух. Грызы и на полную катушку за ноги. Нет, я не могу сказать, что я люблю котов, но собак и не больше. И вот на улице, если я встречаю бездонную собаку, я не хочу. У меня какие-то пружины есть, их очень много. У меня кинкойл. А у тебя все-таки матрас тот, который ты заказал? Да вроде тот. Не поймешь, хер его знаю. Я так и не понял. То говорят, что тот. Я и туда звонил, и в Россию, и все на свете. Они мне документы предоставили, что они в Украину без этих лейбов отсылают. Ну, а визуально ты заказывал? Ну, похож, да. Похож. Не уверен. А есть картинка от него? Да нет, у меня ни хера уже. Что-то ферень я дал, и... Ну, вот уж. Ну, лохотрон какой-то, понимаешь? Ну, что-то, не знаю. Так, ну... Что накрутка сумасшедшая, что там он дороже, дешевле в три раза в России. Это в городе Ковров. У нас на 1600 на сколько? На 1900? На 2, наверное. 2? Не 2 на скорого? Ну, уже приехал матрас. Наха я узнобильщик не могу. Да, тут же размеры есть разные. Ты что, как ты не любишь котов, борется, капрелись? Я не люблю котов, я больше люблю собак. Ой, зайчик, зайчик. Я сейчас говорю, я на улице, я обращу внимание на бездомную собаку. Чем на кота? Да. Ну, потому что, знаешь, почему? Потому что собака будет идти, билеты балащатся, кот будет прятаться. Тебя, что боится людей. Все, собираем, да? Они, да, она ездила куда-то, ездила на проспект и вышла у нас. И собачка, ну, такая, знаешь, не маленькая, с ошейничком. И такой, знаешь, бежит, бежит. И я говорю, ты что, потерял? Везде девятки. Я иду, и он так параллельно. А он бегает, нюхает, землю ищет хозяина. Кто его выбросит? Я тебе завтра еще наберу. Знаешь, вот бегает и нюхает. Ищет. Ну, что, наберу, запишу все, потому что я сейчас не на работе. Ну, что ты делаешь? Да, да. Мне кажется, коты хитрые. Конечно. А, ворки 460. Хитрые, они себе на уме. Конечно. Собака, она преданная. Да, где же преданная, когда она до всех влащится. Одинаково. А кот всех одинаково не любит. Ну, не до всех влащится. Ну, вот, метр 60 на два. До всех. Ну, я говорю, ну, есть разные собаки. Но все равно, собака, она более преданная человеку, чем... Конечно. Они сами по себе. Они же говорят, что там где коты нету, они нечистую силу видят. Да? Какие-то мифические. Ну, раньше ты знаешь, что если собака заходила в церковь, церковь переосвещать надо было. А коты нет. Коты вхожи в церковь. Пожалуйста. Знаешь, почему? Потому что коты же мишей ловили. Ааа. И можно было. И так сделали, что котов... А, что он язык у него длинный. Ага. Вымывается, чистюля такая. У меня лапочки, вот такие, смотри, беленькие, пухнастые. Вот этот пушок. Ага. Такие красивые-красивые. Поехали, ребят. Пушок красивый. А куда ехать, ребят? Матрас выбирать. Так а что выбирать, если не знаешь размера точного? Я знаю размер. Ты еще шестьсотно была, что-то. Да? Ну, что его выбирать? Что его выбирать? Приезжай, надо покупать. Ну, так а что покупать? Я хочу посидеть, полежать на нем. Какие пружины? Это ж не ты. Это надо три года. Таких три года. Уже лет пять. Ну, смотри, есть 150. И периодически смотрим матрас. Лежим на нем, сидим на нем. Выносим мозги продавщицам. Матрас какой-то роман. Романс какой-то, акция 30%. Роман или романс? Романс какой-то, акция 19 тысяч. Будем 28. Ого. Там можно написать что угодно. Матрас топпер. Максимум 12 тысяч. Двухсторонний есть какой-то. У мамы он забирает. Что? Мама как на кресле кровати. Сплетят, что матрас купит. Она маленькая, у нее метр двадцать на два. Не нужно. Очень красивое кресло. Ты видела кресло? Я видела очень. Очень красивое кресло. Сказали, что некрасиво люди. Почему? Хороший, такой добротный. Так интересно. Ну, я его не щупала, конечно, столько добротный. Ну, посмотришь. Но раз вкладывается, так интересно. Да, так раз-раз и короб есть. Старые кресла кровати, они не так вкладывались. Ну, так вот изнутри достаешь, потом там ножки. Помнишь, у нас было кресло кровати? У меня, кстати, на кресло кровати вот, вот этой, первый раз душило. Вот там в зале у нас стояло кресло кровати. Я в последний раз как-то душила, даже не чувствовала. Представляете, что в Каматузе был, у меня Яна токал, а я даже не помню. А, ты не помнишь или ничего? Вообще, я не, ну, я... Какие надо брать, зависимые кужины или независимые? Я, ну, я не знаю. Да, я тебе душила, в доме все. А я уже даже не помню. Не помню, да? А меня вот сегодня душило, по-моему. Ну, глазовик и так. Слышишь, вот меня сегодня позавчера душило. Вот дня три души тоже. Почему? А, ну, так поставят. Матрас. А тебе часто стало душить, да? Угу, частенько. Раньше так, раньше где-то полгода не душила было. А вот недавно тоже ложилась, ты же как накатываешь, знаешь? Оно как гул идет издалека. Да, я такая, раз встала, оно так вот поставило. Оно, оно такое, знаешь, состояние, как вот гул какой-то стоит. Да, оно напатывается. Гул. Вот если вовремя нет, и все, это там... Мммм, как будто что-то такое. Да, если вовремя не успеешь быстро одуплиться, то оно тебя поймало. А потом уже пока очухаешься. Очухает. Да, да. А вот если никого нету, как ты можешь через силу его побороть? Вот я через силу, через какую силу могу... Это очень интересно было. Я начинаю или пытаться вот шевелиться, или пытаться встать. Я не могу ни открыть рот, ни ничего не сказать. А я могу кричать и говорить могу. Хотя, это мне так кажется, что я не могу, а вот мычу, знаешь, прям... Мммм, вот такое, да? Мммм, вот яма... А я в больнице, когда было вот это, когда в ковидном лежал, один ночь душила, я как начал орать, а девки за постом сидят на той стороне. То есть там чистая зона, им надо обижать все эти коридоры, и они бедные, даже ни из костюма, ничего не одели. Кто кричит, кто кричит, кто кричит? А мне уже смешно, понимаешь? Я говорю, это у меня слонный парагон. Что это такое? Господи, это все нормально. И они перепугались, и врач на следующий день говорит, что вы так перепугали моих медсестер. Вот я научился орать, даже не говорить. А что ж Томас возле тебя спит? А Томас позавчера душила, и мне такое, знаешь, он типа от меня встает, уходит. А, это, наверное, женщина по уборке. Алло, да-да-да. Ага, ну вы поняли, куда, да, вот этот дом 55-й, трамвай, вот вы вышли, вот это на светофор идите, вот на эту... Вы же поняли, где я живу, да? Да, наверх. Наверх вот и сразу арка будет. Да, сейчас, подождите, я с балкона выйду, я вас увижу. Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. А, вот вы, все, я вас вижу. Сейчас я спускаюсь, ага. Розовые курточки. Это женщина пришла. И вот, Ира, а мне так кажется, что Томас встал на задних лапах, вот так стоит, как человек, и смотрит. Представляешь, как страшно? Вот он у меня спит вот так под мышкой. А кто это не знает? Нет. А потом меня отпустило, он лежит. Что он делает? А потом меня отпустило, он лежит. Как ничего не было. А я ору. Во имя Иисуса Христа. Ну он такой, знаешь? Что такое? А ты можешь говорить? Вот таким голосом ужасным. А я могу. А я могу. Вот так. То есть, такая, глоточная артикуляция и все. Еще по тем не разу меня так задушило, что я даже не вообще. Ну, так и русская шестая придут.